Жанна, здравствуй Жанна, рад тебя видеть на нашем эфире. Женщины ткали одежды для Астарты. Зачем неживому божеству одежды? Царство 23.7. Они там и пирожки еще пекли и плакали по фамузе. Дело в том, что люди любят одевать идолов. Их же надо одевать. Почитай 44 главу книги пророка Исаия. То есть если это идолы деревянные, их ставили дома, их еще гвоздями укрепляли, то есть прибивали гвоздями к какому-то устойчивому такому подножью или основанию. Поэтому их не только одевали, их еще разрисовывали эмалями, красками, покрывали золотом, чеканкой. Их украшали, ну не будет же божеству голым, одежду для них, еду приносили. Советую почитать апокрифические вставки из книги пророка Данилы. Данила там 13-14 главы. Все это говорит о том, что люди по своей наивности, а иногда и такой вот духовной непросвещенности, одевали вот как девочки с куклом щют одежду и одевают и играются куклами. Ну вот так вот идолопоклонники с идолами. Ну и надо же о них позаботиться. Вот да, как интересно. Бог одевает человека, Бог дает пищу, Бог дает все людям. А идола человек должен, потому что одевать, обувать, типа кормить, сторожить. Ну и если, не дай Бог, пожар на своем собственном горбу вытаскивать из горящего дома, иначе сгорит этот идол. Не поможет человеку. А вот 3 глава книга пророка Данилы ясно говорит, как живой Бог послал своего сына в печь с тремя мужами Сидрах, Мессах и Авденага. Это правда их имена армейские. Тем не менее. И спас их от огненной печи. А был бы это кусок дерева, сгорел бы там просто. Да и все. Так что, да, шили одежду, ну что делать? Примитив.